Вернемся к моей веб-страничке про собак, которую мы медленно меняем на страницу про кошек. Следующим шагом я хочу заменить все упоминания о собаках в тексте на упоминания о кошках, а все остальное оставить прежним. Как мне это сделать? Заголовок мы искали по идентификатору, но со словом «собака» так не получится, поскольку их на странице несколько, а идентификатор должен быть уникальным. Давайте посмотрим, что в них общего. Каждое слово «собака» обрамлено тегом «spen», и у каждого такого тега «spen» есть класс «animal» — животное. Поэтому мы можем либо отобрать все теги «spen», либо отобрать все элементы с классом «animal». Я покажу вам оба способа. Начнем с поиска всех тегов «spen». Для этого нам понадобится новый метод — getElementsByTagName — получить элементы по названию тега. Вернемся к нашему тегу скрипт и объявим в нем новую переменную — varNameElse. Обратите внимание, что я добавил в конце имени переменной букву «s», чтобы подчеркнуть множественное число. Это значит, что в этой переменной будет храниться целый набор элементов. Теперь воспользуемся методом getElementsByTagName. В скобках необходимо указать аргумент функции — строку с названием тега. Название тега — это то, что мы обычно пишем в треугольных скобках. В нашем случае это span. Теперь как проверить, что элементы нашлись? Помните, как мы это делали раньше? Пишем консоль log, запускаем отладочную консоль и смотрим, отобразились ли в ней нужные нам объекты. Давайте я вам объясню подробнее, что именно вы должны там увидеть. Разные браузеры по-разному выводят в консоль элементы. Сейчас мы с вами пытаемся вывести туда не один элемент, а сразу несколько. Такой объект называется HTML-коллекция. Он очень похож на массив и позволяет отбирать необходимые элементы, указывая их номер в квадратных скобках, позволяет считать количество элементов в нем и так далее. Таким образом, в консоли вы можете увидеть нечто, похожее на массив, который можно раскрыть и изучить все входящие в него элементы. Или вы можете увидеть HTML-код всех трех элементов. Рекомендую вам зайти на страницу нашей среды разработки и посмотреть, в каком виде эту информацию выводит ваш браузер. При желании вы можете вывести в консоль элементы по одному, используя квадратные скобки. Names ELSE 0 отобразит первый элемент коллекции. Нумерация элементов, как и в обычных массивах, начинается с нуля. Чтобы взять первый элемент, мы прописываем 0 в квадратных скобках. Итак, мы посмотрели в консоль и убедились, что первый шаг сработал. Теперь мы хотим изменить полученные элементы. Попробуем повторить то, что делали раньше. Names.innerHTML равно кошка. Ничего не произошло. Дело в том, что браузер не умеет использовать свойства InnerHTML для набора элементов. Оно может быть использовано только для одного элемента. Поэтому мы должны изменить текст каждого элемента внутри цикла for. Переменная i устанавливается в ноль. Цикл повторяется по количеству элементов. После каждой итерации увеличиваем индекс. Так мы пройдем по всем элементам в коллекции. И дальше для каждого элемента мы пишем nameelse и в квадратных скобках точка innerHTML равно кошка. Получилось! Теперь кошка лучше друг человека. В мире около миллиарда кошек и так далее. Вот почему в интернете, друзья мои, ничему нельзя верить. Меня кое-что беспокоит в нашем способе. Если на странице окажутся другие теги SPEN, мой код их тоже изменит. Тег SPEN — один из самых распространенных, и он часто используется с самыми разными целями. Безопаснее будет отобрать все элементы по классу Animal, поскольку именно в них у нас встречается название животного. Для этого нам достаточно изменить метод, отбирающий элементы по тегу, на похожий. getElementsByClassName — отобрать элементы по названию класса. А в скобках вместо названия тега SPEN мы должны указать название класса — Animal. Отлично! Мы заменили собак на кошек и не затронули ничего лишнего. Запомните! Пользуясь данными методами, не делайте в них опечаток. Вы либо увидите сообщение об ошибке, либо код просто не будет работать. Я насмотрелся на сотни неправильно написанных названий. Например, пропустим букву S, и код не заработает. Так тоже не заработает. Поэтому всегда проверяйте, не опечатались ли вы. А вот здесь нам и поможет оператор Console.log. В консоли мы можем убедиться, что на каждом шаге мы получили именно то, что хотели. Также запомните, что метод getElementById возвращает один элемент, а методы getElementsByClassName и getElementsByTagName — набор элементов. Поэтому, чтобы что-нибудь в них изменить, мы должны перебрать их циклом FOR. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.